Дорогие друзья, добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о выставке, которая сейчас проходит в Москве, в Третьяковской галерее на Крымском валу. Там экспонируется выставка картин художника Роберта Фалька. Я вам скажу честно, я до сегодняшнего дня не знал, не видел, не мог бы опознать ни одной картины художника Роберта Фалька, хотя такую фамилию именно как художника я слышал, но именно с творчеством его знаком не был. Не стану лукавить, и ни одной картины из его достаточно большого творческого наследия я бы не опознал, какую бы мне не показали. Примерно неделю назад ко мне в Москву приехала моя дочь Анна Шнейвас, и рассказала, что ходила на выставку Роберта Фалька, и вот это меня заинтересовало. И сегодня, 8 мая, я со своим сыном пошел на эту выставку посмотреть эти картины. Несмотря на то, что сегодня, 8 мая, с утра идет проливной дождь, и несмотря на то, что мы на эту выставку Третьяковской галереи на Крымском валу поехали довольно рано, я должен сказать, что было удивительно, что очень много людей уже было в залах, где экспонироваться картины Роберта Фалька, и вот несмотря на плохую погоду, люди с утра уже в большом количестве шли на эту выставку, что было, в общем-то, поразительно. Так вот, эта выставка, она для меня была открытием, и я бы не стану лукавить, я не стал поклонником Фалька, я не стал его фанатом, но выставка сама по себе произвела очень праздничное впечатление. Это действительно какой-то праздник мира искусства, приобщение к творчеству очень талантливого художника. И я рад, что вот так мне случайно, можно сказать, я оказался на этой выставке. Я рекомендую вам, дорогие друзья, кто живет в Москве, обязательно сходить на эту выставку. Она в Москве будет экспонироваться до 23 мая. Там собраны полотна Фалька и из крупнейших музеев, и из частных коллекций. То есть это впервые, наверное, всю историю собрали вот такое творческое наследие Фалька, с которым можно ознакомиться. Я с удивлением, ну, мы с сыном взяли такую вещь, как аудиогид, там предлагается, потому что если бы мы не взяли вот эти такие приборы, которые называются аудиогидом, как телефон, который рассказывает по номеру картины, когда к ней подходишь, набираешь номер, там рассказывают про картину, про художника, я бы не смог бы вообще даже сам что-либо рассказать только о своих впечатлениях, что было бы явно недостаточно. Поэтому если пойдете на эту выставку, берите аудиогид и ознакомитесь. А тем, кто не в Москве находится, ну что, вот посмотрите тогда этот ролик, который я приготовил, и приобщитесь вот к творчеству этого художника. Я не стал эти картины, которые, ну, практически все картины, которые находятся на выставке, я их фотографировал, и вот из этих фотографий вот и родился вот такой, будем говорить, небольшой ролик, ну, это нескромно назвать его фильмом, это просто вот такой видеосюжет для ознакомления выставки картин Роберта Фалька. Оказывается, очень высокого мнения о творчестве Фалька был Василий Суриков, а это мой любимый художник, но если Суриков высоко оценил Фалька, ну, я должен прислушиваться к этому мнению. Там есть портреты Михаэлса, портреты Шкловского, ну, многих там еще известных, знаменитых людей, много автопортретов Фалька, много его пейзажей различных, или там каких-то картин, групповых портретов там. Выставка очень интересная. У Фалька было четыре жены, некоторые картины посвящены женам. У него были дети, сын и дочь, и внуки. В общем, эта выставка очень интересная. И еще что хотелось сказать. Вот сегодня 8 мая, а завтра 9 мая, День Победы. Ну, казалось бы, не к месту говорить о художнике Роберте Фальке, который так, ну, наверное, может быть, как и мне, тоже не всем известен. Но есть и тут некий такой момент, который приобщает эту выставку и творчество Роберта Фалька к Дню Победы. Его сын был тоже талантливым художником, и высоко творчество его оценивалось. И есть портрет на этой выставке, который написал Роберт Фальк. Это портрет Валерия Фалька. В 1942 году сын художника спрятал справку, утаил справку о том, что по состоянию здоровья он освобождается от военной службы. И придя в военкомат, он был призван в Красную Армию и пошел на фронт. То есть, имея возможность не пойти на фронт, он справку утаил и пошел на фронт. В 1942 году сын Роберта Фалька воевал под Сталинградом, участвовал в Сталинградской битве. В 1942 году получил тяжелое ранение. И в марте 1943 года, через месяц после Великой Победы под Сталинградом, где разгромили фашистские войска, и сотни тысяч были взяты в плен, в марте 1943 года Валерий Фальк в полевом госпитале умер от ран. То есть, вот как воспитал своего сына художник Роберт Фальк. То есть, сын художника, для того, чтобы пойти на фронт, не посчитал для себя возможным спрятаться там со справкой о своем здоровье. Это приобщает творчество Фалька и самого художника к Дню Победы. С Днем Победы вас, дорогие друзья! И очень рекомендую вам сходить на выставку на Крымском Валу, посмотреть эти картины. А сейчас вот смотрите дальше под звуки Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха, картины Роберта Фалька. До новых встреч! Подписывайтесь на мой YouTube канал И ставьте лайки И пишите комментарии До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok